Приветствую, друзья! Вы проходите обучение по физиогномике. Я этому очень рад и напоминаю вам, что раз в неделю я отвечаю на ваши вопросы. Поэтому не стесняйтесь, пишите вопросы хоть дважды в день, но регулярно раз в неделю будете получать на них ответы. Итак, я сейчас зачитаю вопросы, которые у нас были. Прежде всего был вопрос по пятому типу челюсти. Правильно ли я понимаю, что эта челюсть средняя и никак не проявляется? Смотрите, в этой части вы понимаете правильно. Эта челюсть, которая по своему углу, ну собственно, вернее по высоте изначально, она не низкая, не высокая, она средняя. Она не клиновидная и не квадратная, она больше похожа на округленную. Это такой тип челюсти, который вы знаете, тяжелее всего определить, потому что чаще всего он самый очевидный. Нам легче по методичке, по учебным материалам искать крайние какие-то характеристики, и мы сомневаемся и начинаем говорить дикие вещи, что эта челюсть между легкой, широкой и высокой клиновидной. Это, в принципе, диаметрально противоположные типы челюсти. Поэтому да, это будет пятый тип челюсти. На человеческом языке это абсолютно средняя челюсть. Как, что, о чем она говорит? У меня буквально на этой неделе было уже несколько консультаций с обладателями таких челюстей. И мы не можем приписать этой челюсти какие-то конкретные характеристики, нет крайних проявлений. Поэтому мы описываем человека, например, в коммерции. Говорим, что если бы вы занимались коммерцией, например, прямыми продажами, это, конечно, лучше, чем если бы вы были обладателем легкой, широкой челюсти. Но это не так хорошо, как если бы вы были обладателем высокой клиновидной челюсти. Но вот в таких-таких-таких видах деятельности это сработает хорошо. Если вы девушка, это означает, что вы достаточно стрессоустойчивая. И, в принципе, это верхняя грань, на которой дальше, выше которой вы уже будете, наверное, передавливать своего партнера. И это будет влиять на ваши отношения. А если вы мужчина, это хороший уровень стрессоустойчивости, но это может быть недостаточен, к примеру. Поэтому только такими примерами на других каких-то конкретных жизненных или рабочих примерах мы можем эту челюсть описать. Дальше. Был вопрос касательно мочки уха. Собственно, мочка уха является нашим энергетическим аккумулятором, который одновременно подпитывает и наше ухо, и наше тело. Вопрос был касательно того, как на это влияют сережки в ушах. Они влияют однозначно нехорошо. Если там одна дырка, одно отверстие для сережек, окей, наверное, это еще приемлемый вариант. Но если, как я видел некоторых, по 3-5, это уже плохо. Возможность прогнозирования будет понижаться. Качество работы уха будет ухудшаться. Дело в том, что ухо максимально раскрывается у людей, которые занимаются, которые занимают высокие должности, которые по-настоящему должны выполнять функцию планирования, прогнозирования, функцию интеллекта. Когда от их понимания грядущего многое зависит. На самом деле прогнозирование интуитивное хорошо везде. Опять-таки на одной из консультаций у девушки с отличной интуицией, с отличными ушами, она рассказала свою историю о том, насколько она эффективно смогла пережить ужасы войны, благодаря тому, что понимала, в какой момент было изначальное предчувствие на опережение и понимание, как переместиться, как перегруппироваться, для того, чтобы пережить это максимально эффективно. На ее уровне это сработало. Но проявляется внешне это всегда лучше, ярче проявляется на видах деятельности, таких как топ-менеджер или руководитель компании, генеральный директор. Потому что тогда это многим видно, как он управляет компанией. Так вот, если мы вернемся в древние времена, то там шаманы. Кто такой шаман? Это человек, который по сути как бы формально не управляет, допустим, племенем, но очень сильно влияет на повестку дня. И действительно, я уверен, что чаще всего шаманами становились очень либо интеллектуальные люди, либо очень интуитивные люди. Но, наверное, к шаманству ближе все-таки интуиция. И для шамана очень важно было обдание большими ушами. И, возможно, как-то это отразилось на культуре. И тогда начали пытаться делать большие уши за счет вставления туда или серых для того, чтобы оттянуть мочку уха или вставления туда деревянных, не знаю, как их назвать, штук в мочку, чтобы уха визуально казалось больше. Это только ухудшает работу уха на самом деле и энергетику всего тела. Поэтому не уподобляйтесь этим шаманам, полагайтесь на то, что у вас есть и массируйте мочки ушей. Так, еще два вопроса сейчас прочитаю. Люди с тонким носом. Чи можно вважать, что такие люди схильные до панических атак, у них легче развивается страх эта фобия? Знаете, шикарный вопрос. Потому что вроде как изначально нос не говорит о стрессоустойчивости. Прежде всего это функция челюсти, это функция лба. Но по структуре носа мы можем понять, насколько человек способен интуитивно воспринимать отрицательную информацию, стрессовую, токсичную информацию. Если у человека мясистый нос, уровень детализации снижается, безусловно, но такой человек может легче проживать, а легче воспринимать отрицательную, болезненную, токсичную реальность. Если же у человека тонкий нос, у него, получается, будет сыпаться эта интуитивная составляющая, что в процессе будет выглядеть, как сейчас процитирую, страхи и фобии. Это не будет влиять напрямую, но нос будет выключаться в нужный момент и, вероятно, как-то тело это тоже будет прекрасно понимать, что грядет что-то опасное, страшное и все. А что именно, я разбираться уже не хочу. Поэтому, да, частично, ну скажем, на 5, возможно, на 10 процентов это влияет. И, конечно же, если у человека высокий прямой лоб и легкая челюсть, то тонкий нос будет в разы сильнее предопределять страхи и фобии, нежели обладателя такого же тонкого носа, но при этом скошного лба и мощной челюстью. Тут необходимо видеть много компонентов одновременно, вернее, учитывать много компонентов одновременно. Читаю еще один вопрос. Человеки з густими бровами, які опускаються за око. У меня есть знакомый, у которого в 20 с лишним роков права брова была прямая, а лівая заверталась на скроме. Те, что он бабник – это 100%. Но сейчас ему под 40, и по логике Уилл мав би уже загаснет. Но сейчас у него обидвие брови загнуты однако. Про что это говорить? Что сейчас секс для него став важливейшим, ниже молодей руки. Собственно, речь о чем? У мужчины правая бровь была прямая, левая бровь опускалась за глаз. Но в какой-то период времени, и при этом он был очень темпераментным, да, и, собственно, как мы понимаем, поведенчески всячески все об этом знали. Но после 40 лет правая бровь начала тоже опускаться. Означает ли это, сейчас цитирую, что секс для него стал более важным, нежели в молодые годы? Ну, с точки зрения возрастной психологии вряд ли. У него, разве что мог обостриться и должен был бы обостриться кризис среднего возраста. Самое время, кстати. И действительно, в этот момент для мужчин вопрос секса становится важным. Ему важно показать, да, что он все еще силен, все еще может и прочее-прочее. И возможно, что учитывая, что изначально уровень темперамента был высокий, потому что левая бровь была загнута, что он начал больше внимания, наверное, да, больше внимания уделять этому вопросу. Но тут важно понимать, что здесь не столько рациональная фокусировка, сколько его естественная ориентация в этом вопросе. Я очень сомневаюсь, что если мужчина принял решение, да, все, теперь я, значит, должен всем показать, что я вот крайне темпераментная личность альфа-самец, да, теперь я буду делать это таким-то образом. Скорее всего, это его тело то ли получила вторую молодость, то ли еще какие-то процессы произошли, но именно его тело в большей степени сейчас фокусировалось на эту историю, нежели он себе так придумал логикой и предпринял для этого какие-то действия. Есть еще вариант. Тут, понимаете, я когда не вижу фото до и после, я рискую ошибиться, потому что, в принципе, человек, который задает вопрос, мог неправильно откалибровать. Это во-первых. А во-вторых, могла быть история, когда бровь была, скажем, спазмирована, как скошенный домик, в результате человека, что говорило о том, что человек занимался сильной интеллектуальной работой. И тогда бровь, которая опускается, она приподнимается и уже воспринимается не такой загнутый за глаз. Возможно, поменял вид деятельности. Возможно, до этого работал финансовый директор, а теперь стал массажистом в женском салоне. Ну, как вариант. И ему не так необходимо включать интеллектуальную составляющую, сколько можно заняться вопросами, в прямом смысле слова, телесными. А поэтому такие варианты тоже возможны. Надо видеть вживую, и тогда мы сможем получить точный ответ. Но направление для размышления я вам дал. Рад. Благодарю вас за ваши вопросы. Пишите, задавайте еще. Мне очень нравится с вами коммуницировать. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok